МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Культура. Время новостей. С вами Татьяна Цыпляева. И вот коротко некоторые темы этого выпуска. Выставка «Государьи и государыни. Венценосные покровители искусств» открылась во Владивостоке. В театре около дома Станиславского новый спектакль «Пинтер для всех. Легкая боль». Сергей Полунин готовится представить премьеру балета «Красная шапочка» на сцене «Зарядье». В Приморской картинной галереи открылась выставка «Государь и государыни. Венценосные покровители искусств». На ней представлены портреты императоров, графика и архитектурные макеты из шести российских музеев. Новый проект приморских галерейщиков стал возможен благодаря помощи центральных музеев страны. Прежде всего, Государственного русского в Санкт-Петербурге. Там ведут свою сагу о романовых, расставляя новые исторические акценты. Николай Павлович у нас, скажем, идет как державный реформатор России, как один из тех императоров, который много сделал для развития отечественной культуры. Хотя удивительная история совершенно. Николай Павлович, который ввел в Россию чугунную цензуру, при нем особое развитие получили, например, искусство, художество. Без монаршей воли не было бы ни Петербурга с великой архитектурой, ни Эрмитажа с прекрасными коллекциями. Венциносные покровители искусств на портретах в старинных храмах. Не только история в лицах, но и развитие живописи. Из Иркутска прибыла Екатерина II, кисти Левицкого, с почти детективным сюжетом. Вот этот портрет в наших книгах учета был зарегистрирован как мужской портрет. Но когда он попал в свое время на реставрацию, нашему замечательному, известному реставратору Нине Ивановне Рубцовой, началась расчистка вот таких вот потертостей, загрязнений. Вдруг выяснилось, что на мужском портрете были обнаружены серьги. Как удалось узнать царицу и ее придворного художника? На выставке зрителей ждет немало открытий. Макеты петербургских дворцов из музея Академии художеств можно рассмотреть во всех подробностях. Как и сосновый лес, который Николай II лично заказал Ивану Шишкину. Картина в той же самой раме, что украшала бильярдную Зимнего дворца. Теперь она гордость Хабаровского музея. Под взглядом царственных особ в парадном зале Приморской галереи пройдут экскурсии, концерты и детские рождественские балы. Оксана Данилюк, Андрей Липунов, Приморье. В театре около дома Станиславского премьера спектакля «Пинтер для всех. Легкая боль». Это постановка режиссера Юрия Погребничка по пьесе Гарольда Пинтера. Произведение написано в жанре «Комедия угрозы». Подробности у Яны Мирой. Гарольд Пинтер – один из главных авторов для режиссера Юрия Погребничка. Ключевая фраза героя нового спектакля «Легкая боль» – «Я всю жизнь работаю со временем и пространством. Слова справедливые и для творчества самого режиссера». В 70-е годы Юрий Погребничка играл в подпольных спектаклях по Пинтеру. Уже 30 лет в театре около идет спектакль «Сторож». При этом Юрий Погребничка говорит, только сейчас впервые ставит Гарольда Пинтера. Он очень хороший автор, очень хороший, в смысле информативности, которую он дает читателю, зрителю. То есть это один из самых крупных авторов 20 века, с моей точки зрения. Я не очень грамотный. В словах Юрия Погребничка серьезная и ироничная. Интонации смешаны, как и у Пинтера. Чтобы настроить зрителей, в описании спектакля на сайте театра приводят цитату из Нобелевской лекции Гарольда Пинтера. «Между реальным и нереальным нет жестких различий, как нет их между истинным и ложным». Я уже много лет занимаюсь структурой пространства. В главной роли приглашенный артист Евгений Цыганов. Это его вторая работа в театре около. С творчеством Юрия Погребничка, как зритель, Цыганов знаком со школьных лет. Опыт работы с этим режиссером сравнивает с ощущениями от первого катания на доске в океане. Я говорю, да ладно, это со мной действительно происходит. Январь месяц, и вместо слякоти и грязи, солнце и океан. И я действительно это делаю. Да, это же чудо. Ну, вот наша жизнь вдруг, которая по каким-то канонам, да, каким-то протекает. В начале слова героя объясняют название пьесы. Лёгкая боль в глазах, как будто не выспался. Во второй половине спектакля тема возникает снова. Дело не в зрении. У меня отличное зрение. Мне больше всего мешает воздух между мной и предметом. Актёры говорят, это не тот случай, когда можно однозначно сказать, про что спектакль. Ну, наверное, он про жизнь и про смерть, и про исследование структуры пространства и времени в некотором смысле. И, наверное, ну вот, это если про спектакль говорить. Ну, а вообще-то он растёт из Пинтера. И то, чем занимается, наверное, Юрий Николаевич. Юрий Погребничко, по его собственным словам, занимается священным театром в терминологии Петербурга. При этом режиссёр уточняет, перевод не точный. Правильнее говорить о сакральном театре. В действительности, конечно, это всё равно такой священный акт. Вот априори. Априори. Хотя театр может быть, ну, как таковой, как говорит Петербург. Ну, или грубый. И там всё равно есть элемент вот этой тайны. Да, тайны как-то вот возникновения, ну, из невидимого какого-то персонажа. На экране несколько раз появляются слова. Бытие есть, а не не есть. И пьеса Пинтера, и спектакль начинаются и заканчиваются вопросительным предложением. Яна Мирой, Александр Садольский. Новости культуры. После того, как музей Николая Святослава Рерихов переехал на ВДНХ, представители общественных организаций стали выражать беспокойство по поводу условий, в которых хранятся и выставляются картины. Министерство культуры провело экспертизу. О её результатах сообщили на пресс-конференции. На ней побывал Антон Николаев. В 13-м павильоне на ВДНХ в советские годы располагался павильон Армения, а затем здравоохранение СССР. Весной этого года сюда переехал музей Рерихов. Несколько недель назад общественные организации, обеспокоенные с сохранением наследия Рерихов, выразили претензии. А сегодня на встрече с представителями Министерства культуры смогли сделать это лично. В музее, по их словам, отсутствует система пожаротушения, а также не соответствует норме температурно-влажностный режим. Стена перемежается вот такими огромными оконными проёмами, прикрытыми небольшим слоем гипсокартона. И картины висят на стекле. Где, в каком музее это возможно? В ответ на обращение общественных организаций была создана экспертная комиссия для мониторинга температурно-влажностного режима. Здесь поддерживается довольно ровный климат, около 18 градусов. И влажность около 40%. Чуть больше 40, иногда чуть меньше 40. Этот параметр не соответствует музейной инструкции нашей любимой, 1985 года, где указана влажность 50%. Но это не является, в общем-то, большой проблемой. Ещё одна претензия. Гардероб в новом музее Рерихов расположен в непосредственной близости от картин. Среди недостатков назвали и такой. Здесь постоянно идёт конвенция. Вам любой физик, даже просто специалист, зайдя сюда и побыв здесь, скажет, что вот этот воздух распространяется и заходит в галерею с картинами. На случай каких-нибудь погодных катаклизмов, завтра минус 50, например, в Москве, да, мы тогда примем необходимое решение, мы переместим те вещи, те картины, которые будут находиться в тех потоках, не существующих сегодня, теоретических, и мы, безусловно, не допустим никакого вреда для наследия Рерихов. Я хочу, чтобы всё-таки вы понимали отчётливо, что мы несём ответственность за свои собственные музеи федеральные. Почему вы считаете, что только общественность беспокоится об этом, а государство абсолютно не беспокоится об этом? Собрание картины Рерихов принадлежит музею Востока. В павильоне на ВДНХ полотна разместили после того, как усадьба Лопухиных, которую музей Рериха занимал до этого, была передана ГМИ имени Пушкина. Антон Николаев, Александр Капустянский, Новости культуры. В Чебоксарах продолжается реконструкция государственной филармонии. Дополнительные средства будут выделены благодаря федеральному проекту «Культурная среда». Работы планируют завершить летом. Репортаж Натальи Егоровой. Таким должно стать по проекту, а так здание филармонии выглядит сейчас. Два года назад строители взялись за его масштабную реконструкцию. Однако в этом году из-за проблем с подрядчиком, тот оказался банкротом, ремонт был приостановлен на полгода. И только недавно на объект удалось найти новую строительную организацию. Новому подрядчику предстоит сделать немало. Фасад готов частично, внутри еще более внушительный объем работы. Строителям предстоит полностью заменить систему канализации и водоотведения, благоустроить территорию. Постановлением правительства Российской Федерации на следующий год нам выделено 100 миллионов рублей на реновацию Чуварской государственной филармонии. Проектировщики обещают, перемен будет много. По сравнению с тем, что было, сцена изменится кардинально. Во-первых, она увеличилась на 6 метров. И к тому же здесь появится подъемник для эффектного появления артистов. Раньше сцена не была приспособлена под выступление оркестров. Ведь изначально это было здание Дома политпросвещения. И звучание живой классической музыки здесь не предполагалось. Звук и свет самый современный, скажем так. Я думаю, что здесь можно будет проводить фестивали уже всероссийского уровня. До сих пор мы не могли бы приглашать хорошие оркестры, потому что реально даже оркестр не мог размещаться на сцене. Я просто думаю, что появится настоящий концертный зал. В филармонии размещается симфоническая капелла с оркестром, разные ансамбли, творческие объединения. Все они ждут возвращения в обновленное здание. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Чувашия. Сергей Полунин готовит новогодний проект. Балетный спектакль «Красная шапочка». Сказка Шарля Перо в постановке английского хореографа Росса Фредди Рея получила новое прочтение. Премьера пройдет на сцене заряде 29 декабря. На репетиции побывала Елена Ганесян. Спокойная жизнь деревни, семейная идиллия и танцы по праздникам. Но одна девушка не такая, как все. На первой генеральной репетиции «Красная шапочка» танцует без главного наряда и яркого плаща. С момента его появления в деревне начинают происходить таинственные события. Необычную деталь гардероба можно будет увидеть только в день премьеры. В этой сказке есть неповторимая таинственная атмосфера. И мне кажется, что цвета здесь играют особую роль. Это будет темный таинственный борец с ярким акцентом, красным плащом. Я прочел все известные версии этой сказки, искал самую лучшую. Я не смог выбрать одну, объединил разные варианты и добавил свое прочтение. В балете два мира — уютная деревня и мистический лес. Там можно встретить волка-обольстителя и дровосека-отшельника, жена которого пропала много лет назад. Его образ на сцене воплотил Сергей Полунин. У него и грусть внутренняя какая-то, и я какую-то мужественность пытаюсь найти. И этот балет, он такой шотландский-ирландский, и этот народ, мне кажется, он такой мужественный. И я пытаюсь найти утяжеление персонажа, эту тяжесть. Судьбу дровосека меняет встреча с красной шапочкой. В этой роли Лаура Фернандес-Громова. Ради участия в этом проекте юная балерина покинула Мариинский театр. Для нее это очень важный этап — свобода творчества и нетривиальный подход к привычным темам. Она не из себя, она гипноз. И волк с этим красным плащем ее как будто гипнотизировала. И вот она как бы думает, что она любит волк. Ну, это просто ву. А вот сердце — дровосек. Искусственный снег на сцене оказался испытанием для танцоров. Скользит как настоящий, так что приходится просчитывать каждое движение. А деревья выполнены в стиле климта — интуитивное решение декоратора. В этой сказке переплетаются времена, сюжеты и символы, повседневность и магия. Все, что бывает на Новый год. Елена Аганесян, Дмитрий Яковлев, Новости культуры. Творческие эксперименты на берегах Енисея, книжная иллюстрация, как произведение искусства, а еще неожиданный Пушкин. Все это уже сегодня. В Красноярске начинается зимний Суриковский фестиваль искусств. Тема этого сезона — «Властелин времени». В Литературном музее имени Владимира Даля выставка «Как рождается сказка. Книжные миры Бориса Деодорова». Экспозиция посвящена мастеру книжной иллюстрации, народному художнику России Борису Аркадьевичу Деодорову. Его работы представлены от замысла до воплощения. Сказка о царе Салтане. В Театре кукол Сергея Образцова премьера. Лауреаты «Золотой маски» режиссер Борис Константинов и художник Виктор Никоненко не иллюстрируют Пушкина, но включаются в игру, которую рассказчик ведет с читателем. Зрителю предстоит по-своему расшифровать символы спектакля. Сразу после нашего выпуска новостей программа «Наблюдатель». Она посвящена 250-летию со дня учреждения Ордена Святого Георгия. В гостях у Феклы Толстой, заведующий сектором фалеристики оружейной палаты музеев Московского Кремля Людмила Гаврилова. Директор исторического музея Алексей Левыкин, художник Михаил Медведев, профессор МГУ, коллекционер Андрей Хазин. Этот выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова